Во-первых, ну, следуя, конечно же, правилам доброго тона, добро пожаловать в Серов. Доброго тона. Конечно. Спасибо. Держивость. Конечно. Расскажите, вот в Екатеринбурге вы наверняка были на Урале, из того, что на Урале у вас присутствует. Серов — это единственный город, кроме Екатеринбурга, на Урале, где вы были? Я на Урале был почти везде, где только может быть человек моего уровня артиста. Так. Так что... Серов не первый. Серов нет, ни первый, ни последний. Даже, а мы-то думали. Везде бывал. Везде бывал. Практически. Есть несколько мест, где я не был. Ну, там небольшое количество людей живет, поэтому там нет смысла делать концерты. Обычно у строителей просто напросто продают в таких местах билеты, и они просто приезжают в центре каких-то городов, где я выступаю. Так и бывает. Ну, разумеется, это не край географии, где вы были. Но Урал достаточно отдален от тех мест, где вы обычно выступаете. Я бы не сказал. Тут лететь-то до Москвы недалеко, поэтому довольно часто здесь бываем. У нас здесь много друзей. Вот, к слову о друзьях, глава нам немножечко проговорился, что был сослуживец из Серова. Да, был. Были сегодня на могилке. Проведали друга вместе с родителем. Ну, так получилось. Нет уже человека. Я просто... Очень много людей, которые со мной служили, они были с Урала. С Екатеринбурга, Серов, в том числе с Нижниматагилой и так далее, и тому подобное. Очень много ребят. И до сих пор их вижу. Ну, естественно, те, кто живы, остались. Общаемся. Ну, и сегодня для нашего города ваш пресс, конечно, назначен, учитывая, что... Ну, масштаб, знаете, да, понятно, Москва – это тот город, который уже присытился музыкой всем. Для нас это, конечно, событие. И два сегодня повода. День города и День металлурга в один день. Что бы хотелось пожелать? Да что? Ну, что, с Днем города большой праздник в любом городе. День металлурга. Ну, вчера, вот, мы были в Магнитогорске, там тоже два этих праздника объединили в один, поэтому, получается, и День металлурга, и День города. И в Серове так же получается, и День металлурга, и День города, да. Так, чтобы два раза не тратиться. Да, просто, я такая, чисто уральский бренд. Я понял. Нет, нормально все, но почему бы и нет. Пожелать всем людям здоровья и счастья, но как бы это банально. Это необходимая вещь для долгой, счастливой жизни, поэтому здоровья и им и счастья. Люди здесь очень хорошие. Они, конечно, не похожи на то, что происходит вокруг. Это несколько другие люди. Сибирь, Урал, это, конечно, настоящая Россия, настоящая Россия. То, что происходит в Средней полосе, это несколько другое. Там люди другие. Ну, я там вообще захолусь, поэтому, как бы, мне вообще лучше помалкивать. Но, тем не менее, мне здесь всегда нравилось, всегда нравилось отношение людей к гостям. Приезжаешь, тебя встречают, провожают. Кладут отдыхать, поднимают, будят, отправляют и так далее, и тому подобное. Все хорошо. Так что всем людям, которые живут в этом замечательном, небольшом городе счастья и благополучия, всего самого наилучшего, я постараюсь по мере сил своих и возможностей приезжать, радовать людей. Посмотрим, что сегодня будет, как пройдет вечерок. Не знаю, не загадываю никогда. Ну, сделаем все возможное, чтобы люди остались довольны. Это для меня, как бы, важно, очень важно. А на Урале что вам нравится? Природа? Природа, само собой. Влечены как-то этим вообще? Не особо. Как бы и времени для этого не так уж много. Природа, она в России всегда была прекрасна, на Урале особенно. Еще раз повторюсь, Урал все дни дальний стол. Природа великолепна сама по себе. Даже иногда и делать-то ничего не нужно. Просто наслаждайся. Я вот сегодня был на Веркатуре, заехал впервые, никогда не был. Мне было интересно, я побывал. Посмотрел, что это такое. Очень интересно. Знаковое место. Ну, таковое место, это мой я, Человек-Верующий, как бы, известный, коллекционирует. У меня огромное количество икон и так далее, и тому подобное. Я с этим, там, мягко выражаясь, дружу. Что-то приобрели? Ну, там было бы нечего приобретать, кроме духовности. Ну, в коллекцию. Тем более. Кто в типору вас там что-то. Нет, я имею в виду, что, может быть, небольшие какие-то сувениры, какие-то такие... Сувениры батюшка там выдал. А, он, понятно. Ну, нормально, нормально. Пообщались, чуть-чуть поговорили, помолились. Мы же туда не за сувенирами, когда ездили. Ну, конечно, за атмосферой, за этой. За атмосферой. Понятно. Спасибо. В принципе, мы не будем сильно вас больше задерживать. Спасибо большое вам. Хорошего сегодня вечера. И вам, и нам. Тоже хорошего. Спасибо.